Последнее, что мы с вами обсуждали, это был характер роста побегов. Пожалуйста, не путайтесь с типом роста побегов. Тип роста – это то, как относительно пространства, плагиотропно, ортотропно или онизотропно. Характер роста говорит о том, как происходит взаимоотношение с абстратом у данного побега. Он полностью вертикальный, и тогда мы говорим о прямостоячих побегах, или же он приподнимающийся, и все зависит от того, какое растение мы взяли, какую систематическую единицу взяли. И, как вы понимаете, на самом деле характер роста побегов, в принципе, будет сказываться на анатомии, потому что, если вы хотите, например, обвиваться вокруг опоры, то вы должны быть очень гибким, но при этом прочным на разрыв. А если вы прямостоячий побег, прямостоячая история, то, конечно, вы можете позволить себе больше механических элементов, причем мертвых механических элементов. Ну, в общем, лирическое отступление закончено. Я думаю, что более-менее все, кто хотели, подоспели. И мы с вами начинаем новый этап в морфологии побегов – это ветвление побегов. Значит, ветвление побегов принято делить на 2-3, в общем, на несколько типов. Значит, верхушечное ветвление побегов – это один из самых древнейших вариантов. Боковое ветвление побегов и, соответственно, вариации бокового и верхушечного. Верхушечное ветвление представлено в данный момент на нашей планете исключительно дихотомическим типом ветвления, когда у нас есть одна ось, и, собственно, побеговая пекальная меристема делится на 2 абсолютно равные части, и у нас получается дихотомическое ветвление. Здравствуй, Матвей. Второй тип ветвления – это боковое ветвление, и, соответственно, оно бывает симпадиальным и монопадиальным. Симпадиальное боковое ветвление, оно говорит о том, что побеговая пекальная меристема, исходная, которая у нас развивалась из почечки зародыша, она у нас существует не все время. То есть вот у нас был маленький молодой побег, и вот его, соответственно, побеговая пекальная меристема. В какой-то момент, когда растение решило, что ему пора повытилиться, эта побеговая пекальная меристема прекращает свое существование, и боковая нижняя почка становится главной. И, соответственно, побеговая пекальная меристема первая, которая самая ранее из зародыша, она больше не существует. То есть она, может быть, там функционирует, даст пару листочков, и все. Ну, а теперь главной становится побеговая пекальная меристема, которая образовалась, на самом деле, из боковой почки, то есть это вот пазушная меристема. Поэтому, конечно, тут история про то, что побеговая пекальная меристема или апекс, ну, давайте сокращенно апекс, живет не все время, в отличие от моноподиального ветвления, у которого апекс, вот как он образовался в зародыши, так, собственно, он и продолжает свое существование. И лишь образуются боковые ветви из боковых почек, все прекрасно, все замечательно. Ну, есть, конечно, еще дополнительная история, которая называется псевдодихотомическое ветвление, и там ситуация заключается в том, что главная побеговая пекальная меристема, почка, она погибает, и две боковые, которые располагаются фактически супротивно друг к другу, продолжают рост. Визуально это дихотомия, но на самом деле это не так, потому что апекс погибает. Ну, вот кроластические картинки, которые в бесконечном количестве вы можете найти в интернете, которые демонстрируют нам тот тип ветвления, который, соответственно, мы хотим узнать. Так, я хочу, чтобы кто-нибудь из вас озвучил, кто, какой номер есть. И желательно привер в пример. Привер, привел в пример. Кто-то из вас должен включить микрофон. Андрей, давайте. Так, назвать типы ветвления? Да, вот смотри, номер один – это кто? Номер один – это моноподиальное. А вот это кто? Ель. Молодец. Так, номер два – это кто? Номер два – это симпедиальное. А это кто? Береза. Так, теперь кто-нибудь другой, кроме Андрюши. Поднимите руку, пожалуйста, ребята. Зинят, давайте, Зинят. Ну, третья у нас, получается, дихотомическая. Да, а вот это кто? Это плаун или что это? Да, это плаун. Да, совершенно верно. И, может быть, вы мне еще расскажете про четвертый вариант? Псеводихотомическая. А это кто? Чья ветка? Амелия. А, нет. Тогда не амелия, а омела. Амела – это растение такое паразитическое. Или сирень, кстати. Что амела, что сирень. У нее, у них псевдодихотомическое. Вот. Ровно то же самое. Эту картиночку я взяла из учебника Александра Константиновича Тимонина. Здесь, в частности, демонстрируются порядки осей. Да, там ось первого порядка, ось второго порядка. Вот, собственно, вот эти римские цифры – это оси порядка. Вот, если мы посмотрим на, соответственно, моноподиальное ветвление, вот она, ось первого порядка. Я ее сейчас закрашиваю. Вот она как была, так и осталась. А оси вторых, третьих порядков возникают порознь. Если же мы возьмем буковку В, это будет симподиальное ветвление, то, соответственно, вот у нас ось первого порядка, и вот она прекращает свое существование. Дальше. Главная становится ось второго порядка, но в какой-то момент она тоже прекращает свое существование, и ось третьего порядка становится главной. Ну и так далее. Но это все замечательно. Если бы не одно «но». В какой-то момент в своей жизни я, значит, долгое-долгое время пребывала в понимании того, что, ну, вот есть вот все эти три-четыре типа ветвления, все прекрасно и замечательно. Антон, первое какое – это ты. Антон, а вы можете пояснить вы про что конкретно? Что вы имели в виду? Вы эту картиночку имели в виду или предыдущую, вот эту? В общем, перед симподиальным ветвлением. А, наверное, вот это вот, да? Вторую картинку. Ага. Значит, смотрите, вот это – это плаун булавовидный. Нет, не булавовидный. В общем, какой-то там плаун. Это дихотомическое ветвление, потому что вот этот вот чешуевидный зубкцевидный листочки – это у плаунов есть такая история. И это, соответственно, дихотомическое ветвление. Вот это амела как раз, и это ложнодихотомическое ветвление. Кстати, да, ложнодихотомическое, смотрите, еще есть пример. Это сведена. Кстати, сведена – это кустарник, который очень часто используют в озеленении. И в Москве достаточно много сведены, в частности, живая изгородь реально с биофаком у нас, она выполнена сведеной. У нее красивые соцветия, а еще более экзотичные ягоды. Они выглядят, как у черноплодки, в общем, такие насыщенные, но только есть не стоит. Так вот, долгое время я пребывала в мире того, что ветвление бывает четырех типов. То, которое я вам сейчас перечислила. Но когда я внимательно стала изучать учебник Людмилы Ивановны Лотовой, я наткнулась вот на этот текст. Это ровно полный приведенный текст из учебника Людмилы Ивановны Лотовой, который говорит о следующем, что ветвление – это формообразовательный процесс, обуславливающий определенный тип взаиморасположения побегов. В принципе, все нормально. С которым в большой степени связан габитус растения. Габитус – это размер, общий размер. Ну, например, у моей чашки средний габитус. Вы понимаете, да, что чашки бывают меньше, чашки бывают крупнее. Габитус, в принципе, это такое взаимоотношение всех частей относительно чего-то там. Дальше. Однако термины, используемые для характеристики ветвления, часто употребляют и при анализе особенностей нарастания, то есть увеличения размеров растений и его частей. В связи с этим считают, что ветвление может быть только верхушечным и боковым, а нарастание симпадиальным и монопадиальным. Когда я прочитала все вот это, в моей голове, значит, возникли следующие вопросы. Что все это значит? А разве это не одно и то же? И вообще зачем мне, а самое главное, зачем это вам знать? Но в действительности, если мы труботаники, а мы с вами труботаники, то мы должны со мной все-таки разделять процессы ветвления и нарастания. Вот давайте разбираться, что есть что. О, опс, переделывала, переделывала анимацию и не переделывала. Итак, рост побегов. Давайте начнем с вами с роста побегов. Перенесемся опять в деоэволюционные времена, когда первые растения только-только выходили на сушу. И вставал вопрос о том, что нужно увеличиваться в размерах. Дальше надо задать себе вопрос. Простите, а каким местом мы будем увеличиваться в размерах? И эволюция предложила два варианта. Первый вариант. Опекальный рост. Значит, у нас есть, а мы при этом типа пластиночки. У нас есть какая-то центральная верхушечная часть. Анечка, да, что вы хотели? Аня, вы подняли руку. Ладно, не важно. Итак, у вас есть некая верхушечная центральная часть. И для того, чтобы увеличиваться в размере, она у вас, собственно, за счет этой центральной части вы увеличиваетесь в размере. Это опекальный рост. Апекс, верхушка, побеговая опекальная меристема. Все про вот эту вот всю историю. Соответственно, ваш рост идет только в одном направлении. Ну, например, картиночка номер один. Вот пластиночка, да. Вот мы выбираем, что вот это у нас побеговая опекальная меристема. Картиночка номер два. Эта часть увеличилась. И, соответственно, вы приросли примерно в два раза. Но ваш рост направлен только в одном направлении. А давайте теперь вспомним, что мы не имеем четыре ноги, две ноги. Да и хотя бы одну захудалую ногу мы тоже не имеем. И мы прикреплены к субстрату. Значит, мы увеличиваем себя только в одном направлении. И на самом-то деле это не очень хорошо. Потому что если мы предположим, что если мы только в одном направлении растем, а что если то направление, в котором мы растем, недостаточно света? Ну, нас там кто-нибудь загораживает. Мы начинаем расти под скалу. Что делать? Мы сталкиваемся с тем, что как бы у нас проблемы с фотосинтетической поверхностью. Мы можем не в правильном направлении расти. Тогда эволюция придумывает другую историю. Интерколярный рост или вставочный. Когда пластиночка номер, вот рисуночек номер один, пластиночка, мы не выбираем точку апекса. Мы решаем, что вот желательно увеличиваться, так увеличиться, чтобы прирасти равномерно и в эту сторону, и в эту сторону. Круто. Нам эволюция подарила зону интерколярного роста. Что бы ими не воспользоваться? И тогда мы приращиваем, соответственно, кусочек, и мы равномерно разрослись в обе стороны. Круто, замечательно. Мы использовали всю фотосинтетическую поверхность. Мы оптимально перераспределили свои питательные вещества. Все замечательно, кроме одного «но». Вы вставляете новую часть между уже нормально функционирующими частями. И тогда у вас возникает другая проблема. У вас возникает, может возникнуть плохое соединение с нерастущими участками. То есть вот эта вот новая часть может плохо контактировать с частью А и частью Б, которые раньше были единым целым. В итоге это может привести к механическому ослаблению. И вы просто можете порваться. Да, вы такой крутой, вы нарастили равномерно свое тело. Все замечательно, только вы порвались по дороге. Так себе история. Для решения всех этих проблем и только питального роста, и только интеркодлярного роста, в эволюции возникает ветвление. Значит, что такое ветвление? Это появление на таломе. Давайте, значит, увидим ветвление. Это появление на таломе множественных участков роста, каждый из которых формирует часть талома, нарастающую под углом к направлению исходного роста. Теперь все то же самое, только еще раз и более понятным языком. Значит так, мы растем не в одном направлении, а мы растем во всех направлениях, желательно оптимально используя свои ресурсы. То есть вот у нас есть, значит, картиночка номер один. У нас есть талон. Да? Значит, можно... Картиночка номер два. Можно сделать несколько точек, от которых будут отходить новые части талома. Тем самым мы и боковые части можем использовать боковое пространство для увеличения фотосинтетической поверхности. И вверх мы тоже можем увеличиться. В итоге, вот это возникновение множественных точек роста, и это при этом будет рост в объеме, не в одной плоскости, как было с верхушечным ростом и интерколярным ростом, а в объеме. Это очень важно. Ну и дальше, соответственно, что еще важно, что ветвиться могут только тела, таломы, у которых есть аппекальный рост. То есть, если мы, перейдем на предыдущий слайд, эволюционно пошли по пути только интерколярного вставочного роста, мы не сможем с механической, физической, в общем, с механо-физической, физико-механической, не знаю, как правильно сказать, точки зрения, мы не можем сделать множественные точки роста, например, в своей центральной части. Это, скорее всего, приведет к тому, что мы прям совсем-совсем порвемся. Поэтому те таломы, которые нарастали, ветви, росли только интерколярно, они, к сожалению, эволюционно себя не оправдали. И такой-то просто он остался лишь в исключительных местах. Это черешки листьев, это междоузли и не более того. Такие таломы не получили широкого распространения, поэтому в эволюции у нас остались только те таломы, которые росли апикально, в которых точка роста была одна, и она была на верхушке. Итак, теперь еще раз. Какое может быть ветвление? Ветвление может быть экзогенным и эндогенным. Слова мы такие уже слышали. Давайте вспомним, про что эта история. Вот это вопрос к вам. Это пример. Во-первых, давайте вы мне скажете, это стебель или корень. А во-вторых, вы мне попытаетесь сказать, какой это тип ветвления, экзогенный или эндогенный. Так как мы с вами прошли. Так, кто-то мне в чат написал. Корень. Мария пишет, что это корень. Да, Маш, правильно, это корень. Кирилл тоже пишет, что это корень. Да, вы правы. Это корень. Теперь вопрос следующий. Какой это тип ветвления, экзогенный или эндогенный? Эндогенный. Конечно. Это эндогенный тип ветвления, когда боковой корень прорывает мамку изнутри, в общем, вылезает чужой. Да, совершенно все верно. Это эндогенный тип ветвления, и тут мы понимаем, что на самом-то деле у нас ветвится не только побеговая часть, но и корневая часть у нас тоже имеет ветвление. Там есть такая же корневая пекальная мелистема, и там есть такое же ветвление. То есть сейчас мы, в принципе, говорим с вами про ветвление не только побеговой части, но и корневой части тоже. Просто у корневой части эндогенное ветвление, а у побеговой части, соответственно, экзогенное ветвление, когда у нас новые точки роста образуются снаружи от нашей палочки, от нашего толома, от нашего стебля. Ну, в данном случае я обвожу, как вы понимаете, пазушные почки. Вот, собственно, пазушная почка тронулась в рост. Красический пример эндогенного ветвления. Помимо того, что ветвление бывает экзогенным и эндогенным, ветвление также бывает верхушечным и боковым. Еще раз, ветвление – это появление точек роста для того, чтобы занять самое лучшее положение в пространстве. Значит, если мы ветвимся на верхушке, то все зависит от того, на какое количество частей может поделиться наша побеговая пекальная мелистема. В данном случае, как вы понимаете, она делится на две равные части. У нас получается дихотомическое верхушечное ветвление. Ну, на самом деле, как вы понимаете, может делиться не на две части, на три, четыре, пять, неважно сколько. И не всегда эти части будут равны. И благодаря этому возникает безумное количество различных вариантов верхушечного ветвления. А мы с вами в лучшем случае говорили только об одном. Боковое же ветвление демонстрирует нам неподвижность и константность, то есть постоянность положения побеговой апекальной мелистемы. Но как мы потом с вами узнаем, не все так спокойно в нашем королевстве. Итак, ветвление бывает экзогенным и эмдогенным, а также оно бывает верхушечным и боковым. Опять эта дурацкая стрелка. Итак, верхушечное ветвление, как я вам сказала, может быть не только дихотомическим. То есть наша верхушечка может разделиться не на две части, а, например, на три части. Или на раз, два, три, четыре, пять, на сколько хватит сил. А дальше это ветвление может быть не одинаковым, то есть части могут оказаться разными. Если они разные, то мы сразу с вами вспоминаем знакомую нам уже приставочку ани... Пардон, анизо. Помните, плагиотропный рост, ортотропный рост, анизотропный рост. Приставка анизо означает разный. Ну, соответственно, изо означает одинаковый. То есть может быть изотомическое, дихотомическое верхушечное ветвление. А может быть анизотомичное, тритоничное верхушечное ветвление. Все зависит от того, как они все выглядят. Дальше, боковое ветвление. Боковое ветвление, ну, соответственно, у нас храняется апекс, и, соответственно, новая точка роста возникает ниже побеговой опекальной меристемы. И особым типом ветвления является ложнодихотомическое ветвление. Как вы понимаете, это не частный случай верхушечного, а это частный случай бокового. Почему? Потому что есть два варианта, в результате которых может образоваться ложная дихотомия. Значит, первый вариант. Апекс материнской ветви умирает, и ниже оказываются две одинаковые части. Итак, картиночка номер один. Вот наш апекс. Дальше. По какой-то причине он умирает? Морозы, съел лосяж, снес кто-то ему голову, неважно. Картиночка номер два. Умерший апекс и две боковые почки, две пазушные почки, которые почему-то располагаются друг напротив друга, ну, мало ли по какой-то причине, соответственно, трогаются в рост. Вот у нас ложная дихотомия. Второй вариант. Боковой апекс возникает вплотную к материнскому апексу. Как это происходит? Картиночка номер один, материнский апекс, рядом он образовал боковую почку. Картиночка номер два. Материнский апекс тронулся в рост, и боковая почка тоже тронулась в рост. И они оказываются одинаковыми визуально, хотя, как вы понимаете, их происхождение совершенно разное. Ну, в общем, и в том, и в другом случае может возникнуть ложное дихотомическое ветвление. И, как вы понимаете, это все частные случаи бокового ветвления. Это все еще ветвление. Мы бы с вами про нарастание еще не говорили. Дальше. Что же такое нарастание? Нарастание – это увеличение в одном направлении вегетативного тела растения и его ветвления. Короче, сделать что-то новое – это ветвление. А увеличить вот это вот образованное новое в размерах – это нарастание. Нарастание непосредственно позволяет нам увеличить фотосинтетическую площадь. А ветвление позволяет нам в нужном направлении расти для того, чтобы получить все эти кванты света, которые нам необходимы. А то, как в дальнейшем оно будет в разные стороны увеличиваться в размерах – это все про нарастание. И, как вы понимаете, нарастание напрямую будет зависеть от типа ветвления. Ну, потому что образование новой точки роста – это ветвление. А то, как эта точка роста потом будет развиваться – это нарастание. И, естественно же, оно будет зависеть от типа ветвления. Давайте разберем. Это была такая красивая презентация. Это была очень красивая анимация. Но я забыла ее поправить. Ладно. Тогда вы видите все сразу. Это просто немножечко сложно, но ничего страшного. Мы сейчас не смотрим. Вы не смотрите в правую часть презентации. Вы смотрите только в левую часть презентации. Итак, представим себе, что у нас верхушечное ветвление. Значит, верхушечное ветвление бывает изотоничным. Это когда у нас возникают две абсолютно одинаковые ветви. Две абсолютно одинаковые. Соответственно, и исходное направление роста не сохраняется. Поэтому тут про нарастание мы практически не говорим. Потому что там будет дихотомическое верхушечное ветвление. Тут там все будет нормально. А здесь другая история. Представим себе, что две образованные части, они не одинаковы. Они дихотомически образовались. Но они не одинаковы. То есть у нас возникает анизотомическое ветвление. И это анизотомическое ветвление приводит к дихоподиальному нарастанию. Потому что то, как дальше будут развиваться эти побеги, вообще никаким образом не будет похоже на дихотомическое верхушечное ветвление. На данный момент, на самом деле, дихоподии практически ни у кого из растений не представлено. Да я даже, на самом деле, даже не могу вам привести ни одного примера дихоподиального нарастания. Это просто очень красивый эволюционный пример. Это очень красиво в схемах. Я это покажу вам. Но на данный момент практически ни у кого этого нет. А вот два других нарастания вам уже известны. Значит, первый вариант. Это, соответственно, моноподий. Моноподиальное нарастание, когда у нас материнский апекс сохраняется. То есть вот эта вот побеговая пекальная меристема, которая вышла из почечки, она так всю жизнь с елкой и прибывает. Это моноподиальное нарастание. И другой вариант, когда материнский апекс не сохраняется, потому что у него ограниченное время жизни. И тогда мы переходим с вами к симподиям, соответственно, к симподиальному нарастанию. Давайте смотреть все в картинках. Значит, первый вариант – это буковка А. Вот она, буковка А. Это классический вариант, классический представитель, классическая картинка дихотомического, изотомического или изотомного ветвления. Все части равны друг другу. И как бы исходное направление роста, оно, естественно, не сохраняется, меняется постоянно вектор нарастания. В смысле, не ветвь, а нарастание вектороветвления, поэтому тут с нарастанием мы не общаемся. Но как только у нас появляются анизотомные элементы, то есть когда ветви второго порядка не равны друг другу, то, соответственно, у нас возникает дихоподиальное нарастание. Ну, самым ярким вариантом дихоподиального нарастания у нас, конечно, будет вариант Г, когда фактически визуально это одна и та же ветка, но они произошли совершенно по-поуэр. То, как они образовывались, это выглядит совершенно по-другому. Собственно, эволюционно считается, что вот этот вот вариант Г, анизотомная дихоподия, она дала эволюционное развитие всем-всем-всем остальным вариантам, то есть моноподию и симподию. Я прошу прощения, а можно на секунду на предыдущий слайд про ветвление? Просто для себя сфоткать, чтобы не забыть. Так, как я уже говорила, в эволюционном плане считается, что буковка Г, которая является крайним вариантом дихоподиального нарастания, эволюционно дала толчок для, соответственно, моноподии и симподии. Ну, потому что визуально, если ты не знаешь, ты скажешь, ну, это же симподии, а можете сказать, что это моноподии. То есть тут все очень сложно. И так вот, и так с кондачка это, конечно, не делается. Это очень сложно понять. Поэтому понять истинные варианты нарастания и ветвления можно, прослеживая этапы развития, этапы эндокинеза растения. Либо вы конкретно знаете, что, например, у березы симподиальное ветвление, боковое ветвление с симподиальным нарастанием, вот как правильно говорить, вы это знаете, потому что это классический пример, да, а у ели боковое ветвление с моноподиальным нарастанием, вы это знаете. А так вот взять какую-то травку и попытаться сказать там тип ветвления нарастания, ну, это сложновато. Ну, и другой тип картинок, это, собственно, типы нарастания, моноподиальные, симподиальные. Ну, с моноподием тут, в принципе, господи, а это на сложно дихотомическое, да, когда у нас умирает апекс, и боковые ветви дают то же самое, что абсолютно одинаковое. И кажется, что это дихоподиальное изотомное ветвление, но это на самом деле не так, это будет сложно дихотомическое ветвление. И варианты B. B – это у нас моноподий, соответственно, с полностью сохраняющимися побеговой апекальными ристемой вне зависимости от времени жизни. И симподий, да, с ограниченным временем жизни побеговой апекальными ристем. Вот, ну, тут все более-менее понятно. Так, значит так. Дерево, как вы думаете, вот дерево на самой левой фотографии, это какой у него тип ветвлений, какой тип нарастания? Кто-нибудь мне может сказать? Ну, давайте так. У подавляющего большинства лиственных деревьев, особенно нашей полосы. Какое тип ветвления, зайки мои? Ветвление, Кисюся, ветвление боковое, да. Ветвление боковое. А нарастание какое? Ну, какое нарастание-то? Ну, вы же уже сказали. Арина, давайте. Симпедиально. Да, совершенно верно. Симпедиальное ветвление. А эту фотографию я сделала на... Сейчас я вам скажу. Как же называется это кладбище в Питере? Эта фотография сделана на кладбище в Петербурге, где располагается часовня Ксении Петербургской. В общем, я такого ярко-симпедиального дерева никогда не видела. В общем, здесь прям четко видно, сколько жила каждая Меллистема. Прям такой классический зигзаг. Смоленская. Да, Маша, спасибо. Смоленское. Да, Смоленское кладбище. Совершенно верно. Не важно, что это кладбище. Просто я увидела... Я очень давно искала такое дерево, чтобы прям было вот четко понятно, что такое симподий. То есть в данном случае как-то так складывалась судьба этого дерева, что выпрямление ствола не произошло. То есть если посмотреть на наши... У вас там прабабушка захоронена. Ну, это хорошее кладбище, если такое вообще можно выразиться. Если, например, посмотреть на березу, особенно если у этой березы не... Да, биолог везде биолог. Я бы сказала, ботаник везде ботаник. Мы недавно с родителями ездили в Петербург летом. Соответственно, в мае мы ездили. И гуляли там по всяким паркам и так и далее. И все там, значит, восторгаются с культурами, ландшафтом. А я, значит, бегаю от дерева к дереву, от листочка к листочку, фотографирую, потому что я понимаю, что мне нужно там, например, составлять какие-нибудь задания или мамы какие-нибудь фотографии показывать. Поэтому все смотрят на достопримечательности, а я на растения. Да, так что ботаник везде ботаник. Так вот, если мы говорим про какие-нибудь березы, если, конечно, эту березу не придавила жизнью, то чаще всего ее ствол будет выглядеть более-менее ровным. Но при всем при этом он с симпедиальным нарастанием. И вот оно, симпедиальное нарастание, вот эти вот зигзаги. Я на Смоленском кладбище нашла это дерево, и это было прекрасно. Но это, скорее всего, липа какая-нибудь, а, или клён. Ну, мне сложно так сказать. Ну, неважно, в общем, кто-то из них. Так, может быть, кто-нибудь мне скажет про фотографию номер два. Псилот. Да, совершенно верно, это псилот. Этот псилот живет у нас на кафедре. И его посадил, я не знаю, как его вырастил. В общем, Владимир Викторович Чуб его вырастил. И он живет у нас в горшке с каким-то другим растением. Причем это растение является примером отсутствия типа филотаксиса. У него, я не помню, как оно называется это растение, у него листья располагаются без подчинения числам фибоначчи. То есть там нельзя сказать, какой у него филотаксис. Вот, в общем, такая вот интересная штука. И туда же он посадил этот псилот, и надо отдать дозу. То есть этот псилот до сих пор живет, он не сдох. Правда, мы его подпираем нашими вот этими пипетками. Ну, знаете, там сломалась пипетка, но я туда воткнули. И вот, соответственно, он поддерживает псилот. Ну, и псилот, естественно, является классическим примером. Какого битвления и нарастания? Дихотомическое. Дихотомическое что? Битвление или нарастание? Нарастание. Нарастание. Да что вы говорите, зайки мои. Нарастание бывает дихоподий, моноподий и симподий. Выберите. Дихоподий. Фу, на вас еще раз. Нет. У него нет нарастания. В том-то и фишка, что у него нет нарастания. У него изотомное дихотомическое ветвление верхушечное. Абсорбсенс произошел. Еще раз. Изотомное, потому что одинаковое. Дихотомическое, потому что два. Верхушечное, потому что на верхушке ветвление. Нарастание у него нет. У него нет увеличения в размерах ветвящихся частей. Они никак не увеличиваются дополнительно. Не возникает дополнительных точек роста на этих частях. Еще раз. В чем различие между нарастанием и ветвлением? Так, Женя. Окей. Ох, мать моя женщина. Так, представьте себе, что вы талон. Вы живете. Все прекрасно. Но вы понимаете, что вот в пяти миллиметрах от вас справа и в десяти миллиметрах слева жизнь лучше. Потому что, я не знаю, там больше солнца, потому что там больше воды, больше питательных элементов. Неважно, как вы это узнали, почуяли чутьем. И вы понимаете, что если вы древнее создание, то вы либо туда, либо сюда. Ну, то есть, либо вы в том направлении растете, либо в этом направлении растете. Но вы решаете, что нет. Вы продвинутое существо. И сейчас всем покажете, где раки зимуют. Поэтому вы на своем теле, на своем таломе делаете точки роста, новые точки роста, которые в потенциале дадут вам возможность достигнуть этих двух точек слева и справа. Вот то, как вы образовали и где вы образовали эти новые точки, расскажет нам тип ветвления. Вы образовали их у себя на голове, на верхушке? Или вы образовали у себя, ну, вот как плечи? Вот смотрите, если бы у меня голова пополам разделилась, это было бы верхушечное ветвление. А вот то, что у меня руки образовались, это боковое ветвление. Окей, точки роста вы образовали. Классно и замечательно. Но эти точки роста, они как-то сами потом будут ветвиться, они как-то сами потом будут увеличиваться в размерах сильно. И вот то, как это будет происходить, об этом нам будет рассказывать на тип нарастания. Потому что достигнете ли вы своего желаемого края или нет, будет зависеть от вашего типа нарастания. А тип нарастания будет напрямую зависеть от вашего типа ветвления. Ну, примерно как-то так. Как вы понимаете, у псилота ничего особо в жизни не меняется от того, что он дихотомически поветвился. Он на верхушке поветвился. Каждая его новая палочка потом не сделала новые две. Ну, в смысле, дополнительные новые две. Она еще раз на верхушке поветврилась. А вот если бы у псилота на верхушке образовывались бы две разные по форме ветви, тогда бы это у нас уже был бы дихоподий, дихоподиальное нарастание. Потому что скорость развития этих двух частей будет не одинаковой. А вот если бы она была бы одинаковой, то мы бы остались на типе ветвления. Поэтому у псилотов, плаунов и подобных им родственников у них дихоподиальное и изотомное верхушечное ветвление. Вот так вот. Ну и последний вариант особенности оперы в Нижнем Тагиле. Это вариант номер три. Это замечательная орхидея, которую зовут фаленопсис. Я думаю, что все вы видели, как они продаются в магазинах. Собственно, вот с этих вот коряжечек мы их берем и режем потом, для того, чтобы увидеть, какую ткань в Зайке Мани. Какую ткань мы увидим. Веламин. Насика, молодец. Да, совершенно верно. Мы увидим веламин, особенность оперы в Нижнем Тагиле. Не важно. Какой тип ветвления, как вы думаете, и нарастание у орхидеи? Вспомните, что это однодольное. Ветвление симпадиальное? Нет? Верхушечное? Нет, боковое. Ветвление боковое, а нарастание какое? Они как елки, интеркалярное. Маша, а какое интеркалярное? Моно. Да, это моноподий бокового ветвления. Вот так. Это боковое ветвление, моноподиальное нарастание. Вот. У него вот она, главная ось. И все это заканчивается вот этой вот красотурой. Так. Вопрос к вам. Какой тип ветвления, какой тип нарастания у данной ветки? Я, правда, не помню, кто это, но могу предположить. Ветвление верхушечное? Ложно-дихотомическое. Так. Дихо-дихотомическое. Как-то разделилось у нас. Мужская часть населения за ложно-дихотомическое, а женское за верхушечное. Ну так кто скажет еще разочек? Так, давайте так. Ветвление какое? Ветвление. Что скажет? А не за томное. Ложно-дихотомическое. Ну, во-первых, ложно-дихотомическое пишется в одном слове. Это на будущее просто. Знаешь, что оно пишется в одном слове. Как вы помните, зайки мои, ветвление, ложно-дихотомическое ветвление под вариант бокового ветвления. Так что ветвление, да, действительно, верхушечное дихоподий. Нет. Нет. Это, значит, у нас боковое ветвление под вариант бокового ветвления ложная дихотомия. Я напишу через точку, хотя, как вы понимаете, это пишется в одном слове. Это ложно-дихотомическое ветвление, да, действительно. Смотрите, я не зря взяла такую часть, что видно несколько узлов, да. Что у нас получается? Я, кстати, поняла, почему кто-то мне про анизотомное писал. Да, посмотрите, пожалуйста. Да, визуально кажется, что вот эти две почки на разном уровне располагаются, но, собственно, смотря внимательно на предыдущие узлы, мы видим следующее, что верхушечка, ну вот, собственно, здесь верхушечная, апекальная верхушечная меристема, она, как ни странно, остается жива. Никто из них не становится главной почкой. Главный, главным... Сейчас, ребята, подождите, мысль ушла. Никто из этих боковых почек не становится главной верхушкой. В рост продолжает трогаться центральная почка, которая находится примерно вот здесь. Поэтому, на самом деле, это не боковое и не ложное диктоническое ветвление. А как вы думаете, какое? Нет, это бред. Сейчас, подождите, я сама запуталась. Подождите. Я сейчас сама запуталась и вас запутала. Сейчас. Я должна решить. А, все правильно, ребята. Да, все правильно. Или неправильно. Так. Не пугайте так. Нет, нет, нет. Слушайте, ну, бывает же, коса на камень находит. Вот у меня иногда случается, каждый раз, когда наступает пора зачетов, когда я должна поставить оценку 3, я каждый раз просто мучительно вспоминаю, как пишется слово удовлетворительно. Оно пишется удовлетворительно или удволитворительно. И каждый раз я лезу в интернет с позором, совершенно выясняя, как пишется это слово. Или, например, как пишется слово незачет? Слитно или раздельно? В общем, каждый раз у меня одно и то же. И вот здесь вот у меня тоже произошел определенный заклин. Я не могу он понять. Короче, ребят, я сейчас не могу ответить. Это позор, я понимаю, но у меня сейчас заклинило. Я не могу определить. Потом определю. А, та же самая ветка, только в другом варианте. Кстати, вот эта вот почечка будет вот здесь вот. Так, ладно, я потом подумаю, потом вам расскажу, потому что это позор. Но бывает и такое. Итак, перейдем с вами к почкам и через 20 минут закончим и перейдем к тесту. Итак, почка – это зачаток побега растения. Как мы с вами помним, побег – это совокупность стебля с расположенными на нем листьями и почками. Про листья мы будем говорить с вами отдельно, потому что почти вся морфология построена на листьях и описание листьев. Сегодня теста не будет. Мы с вами будем разбирать тот тест, который вы мне писали, для того, чтобы пройти на практическое занятие. Я буду рассказывать, какие правильные ответы вы должны были дать и почему те или иные ответы являются правильными. При этом почки бывают очень разные, и поэтому существует несколько типов классификаций почек в зависимости от того, где они расположены, что находится у них внутри, когда они трогаются в рост и как они пережидают неблагоприятные условия. Все это будет зависеть от того, где живет растение. А оказывается, гимназия Правмакова где-то в Одинцовском районе. Да, она в Одинцовском районе, но сам город Одинцово при этом довольно далеко. Не надо думать, что это прямо в Одинцово находится. Нет. Так. Это картиночка, которую я взяла из Википедии, из англоязычной. Да, из англоязычной Википедии. Здесь, соответственно, все тоже эти четыре классификации. Просто как они называются по-английски, да, и как это все показано. В зависимости от этого мы с вами будем обсуждать почки. Итак, первое, с чего мы начнем, это где располагаются почки территориально на растении. Ну, конечно же, есть верхушечная почка. Там живет побег, главная побеговая пекальная милистема, которая обеспечивает апекальное доминирование. Что такое апекальное доминирование? Когда вы видите ярко выраженный ствол, ну, то есть ярко выраженную главную ось, а все остальные боковые ветви, боковые побеги, они оказываются меньше, чем главный. Это происходит благодаря гормональному влиянию, это происходит благодаря тому, что давайте нарисуем. Побеговая пекальная милистема, ну вот здесь вот она живет, да, она синтезирует много ауксина. Ауксин – это растительный гормон, 10-11 классники должны более-менее представлять, о чем идет речь, и, собственно, она синтезирует довольно много ауксина, и этот ауксин начинает постепенно спускаться вниз. Боковая пекальная, боковая почка, здесь располагается тоже апекальная милистема, но, соответственно, она будет, не будет главной, потому что на нее будет воздействовать вот это вот большое количество ауксина, которое насинтезировало побеговая пекальная милистема. И она, конечно, тронется в рост, но она никогда не станет такой же большой ветвью, как и главный ствол, потому что на нее будет оказывать действие ауксин, синтезируемый, соответственно, верхушечной почкой. Но как только верхушечная почка прекращает свое существование по тем или иным причинам, это может быть случайно, это может быть запрограммировано, вспоминаем симподии, тогда самая ближайшая почка к верхушечной расправляет плечи, начинает синтезировать больше ауксин и говорит вам, все, теперь я тут главное, соответственно, все, я теперь буду апекально доминировать над вами. И когда биологи, ботаники, садоводы, агрономы хотят, неважно кто, люди, которые по каким-то причинам хотят заставить растения образовывать больше боковых побегов и для того, чтобы эти боковые побеги были максимально большими, кустистыми и так далее, они, собственно, убирают апекальную почку, они срезают верхушку. Тем самым они снимают апекальное доминирование, ну и, соответственно, пошла у нас изгородь расти. Потому что если кустарникам не отрезать головы, не отрезать верхушечные почки, то вот такой вот живой изгороди вы, конечно, не получите. Второй вариант расположения почек это, собственно, боковые или пазушные почки, на которые будет воздействовать вот то большое количество ауксина, которое насинтезировала верхушечная почка. Боковые почки у большого количества растений в систематических группах будет обеспечивать ветвление побега. Ну, потому что все-таки у очень приличного количества наземных растений именно боковое ветвление, а не верхушечное. Ну, и понятно, что они не будут оказывать сильного апекального доминирования, но, тем не менее, они также будут синтезировать некое количество ауксина, и, соответственно, почечка, которая будет располагаться еще ниже, да, она будет еще более слабенькой. Ну, там, на самом деле, все очень вариабельно. Это очень упрощенная схема. То, как апекальное доминирование реализуется, потому что у разных растений в разных систематических группах разные взаимоотношения с этим делом. Просто у кого-то есть специальные промоутеры на генах, которые позволяют не реагировать на это. Там все очень индивидуально, и с точки зрения физиологии это очень интересный процесс. Но мы сейчас о нем говорить не будем. Ну, и последний вариант расположения почек – это предатчные почки или адвентивные почки. Ну, они образуются где угодно, только не в пазухе листа и не на верхушке. Они могут располагаться на междоузле, на гиппокотеле. Просто мы помним, да, что гиппокотель – это особое междоузле. Это междоузле от корневой шейки до семидолей. И для физиологов растений, особенно для физиологов растений, то, как выглядит этот гиппокотель, гиппокотель – гиппокотель – очень важная, очень важная информация. Дальше, как ни странно, почки могут образовываться и на корнях. Да, почки могут образовываться на корнях. Тогда возникает особая штука, которая называется корневая поросль. Очень небольшому количеству растений свойственна корневая поросль, но, тем не менее, она свойственна некоторым растениям. А также почки, особые типы почек могут формироваться на листьях, и тогда они будут называться выводковыми. Давайте смотреть. Выводковые почки, где они могут располагаться? Во-первых, они могут располагаться в пазухах листьев. Что из себя представляет выводковая почка? Это маленький детеныш. То есть это прям мини-растеница на листе. У него будет и победовая часть, и корешочки будут. Вот эта растеница отвалится и сразу может прижиться в земле и тронуться в рост. Сразу же. Вот такие выводковые почки. Готовый детеныш, фактически живорождение. А также могут располагаться по краю листовой пластинки или на жилках листовой пластинки, ну, потому что сразу идет питание от проводящих элементов. Как это все выглядит? Упс, ребяточки, это не выводковые почки. Это корневая поросль облепихи. Потому что облепиху вы более-менее знаете. Вот смотрите. Соответственно, вот идет наш побег. Вот идет его корневая система. И вот эти вот белесые точечки, это выводковые, господи, это почки придаточные, корневая поросль. И потом они все дружненько трогаются в рост. Вот как это выглядит уже на озелененном, в общем, то, как выглядят эти уже озелененные побеги. Вот такая вот корневая поросль. У малины тоже есть корневая поросль. В общем, товарищи активно работают. А вот это уже выводковые почки. Это я фоткала у себя на кафедре. Ребята, я забыла, как эта штука называется. Ну, типа колонхоя, в общем. Это какой-то вариант колонхоя. Их там просто... Усните тоже корневая поросль? Нет. Усните, корневища, мерзкие удлиненные корневища. Нет, у нее не корневая поросль. Это, значит, колонхоя. И вот, собственно, почему я сфоткала. Потому что здесь прям видны корешочки. Просто не на всех фотках в интернете видны корешочки. Вот эту, собственно, фотографию я взяла в интернете. Но здесь, конечно, видно корешочек, но он слабенький. А здесь прямо они такие явные, видные. А это папоротник. Бреофилум он называется. И посмотрите, вот эта выводковая почка. Да, у нее листва более такая шелтоватая, потому что еще не доформировался флорофилл. Корешочки там вот внизу, на самом деле, они не видны. Но, как вы видите, они располагаются ровно на... жилкохлистах. Ну, вот ровно то же самое. Дальше. Внутреннее содержимое почек. Что же может находиться внутри? Тут вы, конечно же, все все знаете. Соответственно, есть вегетативные почки, генеративные почки и смешанные почки. Чаще всего, конечно, почки... Ну, да нет, не чаще всего. Есть и такие, и другие, и третьи, и пятые, и десятые. Какие угодно. Почки, все зависит от того, когда они образуются, зачем они образуются, у кого они образуются, и когда они тронутся в рост. А зачем нужна выводковая почка? Это вариант вегетативного размножения. Выводковая почка – это вариант вегетативного размножения. Вы просто рассыпаете клонов в себя. Ну, да. У вас есть место, откуда ваши мини-копии. И вот они так заполоняют все вокруг вас. Ну, прикольно же. Дальше. Следующий тип классификации – это когда же почки начинают работать. И вот тут может возникнуть некая путаница. Итак, первый вариант – это зимующие почки или почки возобновления. Как это понимается? Значит, когда у вас наступает неблагоприятный период, к началу неблагоприятного периода на конце ваших бутвей образуются почки. которые будут пережидать ваш неблагоприятный период. Вся проблема в том, что… А вы бы смогли жить в мире, где много ваших клонов? Хороший вопрос, Женя. Я думаю, что нет. Это замечательно с точки зрения растения, но не замечательно с точки зрения людей. Если вспомнить «Звездные войны», когда там брали генетический материал от одного человека и создавали армию вот этих вот клонов. Нет, мне кажется, это неприкольно. Для людей это не очень хорошая история. А для растительного мира почему бы и нет? Продолжим. Итак, к концу хорошего периода, перед началом неблагоприятного периода формируются вот эти вот почки возобновления. Они нужны для того, чтобы сохранить нашу апикальную меристему, для того, чтобы она пережила неблагоприятный период. Это может быть засуха, если мы говорим про какие-нибудь сухие части. Это может быть холода, могут быть холода, может быть и то, и другое. В общем, все зависит от. Поэтому то, как будут выглядеть зимующие почки, тоже у всех разно. Они всегда по-разному будут выглядеть. Потому что, как вы понимаете, неблагоприятные периоды есть не только в районе зимы, есть где угодно. И именно поэтому из-за того, что они должны весной, ну не весной, в начале хорошего периода тронуться в рост, они бывают либо апикальными, либо боковыми. То есть почки возобновления не могут быть предаточными. Ну, то есть они не должны быть предаточными, по крайней мере, не должны быть. А вот спящие почки, это история про то, что мы образовали почку, и вот, наверное, когда-нибудь она тронется в рост. Ну, то есть не факт, что она тронется, она может и не понадобится нам. Но вот давайте мы ее на всякий случай сделаем. Мало ли что. И такие почки могут быть боковыми, предаточными, и закладываются чаще всего они по весне, а вот когда они тронутся в рост, непонятно. Через два года, через 10 лет все будет зависеть от... А могут вообще никогда и не проснуться. Ну, потому что не понадобились. Почему отрастает от пня что-нибудь, когда срубили дерево? Ну, потому что предаточные почки проснулись. Или, конечно, корневая поросль могла образоваться. Тоже вариант. Что может защищать зимующие почки? То есть что, как они будут выглядеть? Значит, зимующие почки бывают двух типов с точки зрения защищенности. Бывают закрытые почки и, соответственно, открытые почки. Закрытые почки характеризуются особым типом листьев, которые называются катофилы. Это особые чешуевидные листья. Ну, казалось бы, ну что чешуевидные, а что такого? В них очень много механических тяний, а самое главное, в них образуются особые железки, которые выделяют секрет, такой клеющийся, маслянистый, тягучий секрет, который позволяет дополнительно склеивать эти катофилы друг с другом. А теперь представьте себе и вспомните, что происходит по весне с нашими тополями, когда вы проходите, и, значит, на вас, например, упали ошметки почки тополя, да, вот эти катофилы. А там такой желтоватый, зеленоватый секрет, а если это еще все упало на машину, то потом это все отдирать от этой машины практически нереально. То есть если вы сразу не смахнули, потом это все затвердевает. И, в общем, ничего хорошего. Но есть и открытые почки, которые защищают опекальную меристему благодаря, соответственно, вот этим вот еще не раскрывшимся листьям. Когда я изучала этот вопрос, я наткнулась на очень-очень интересную статью. Сейчас расскажу про нее чуть позже, пока вот это покажу. Соответственно, закрытые почки, они раскрываются по мере, соответственно, разрастания внутренней части, ну и сами они, соответственно, отщелкиваются, и вот это вот все эти катофилы опадают, и потом попадают вам на, понятно, ничего хорошего. Либо закрытые почки могут содержать не секрет, а, например, они могут содержать большое количество трихомок, волосков, но там тоже будет секрет, все-таки тоже будут подсклеиваться, еще и волосы все будут в клеящейся части. В общем, зацементировано как следует. Потому что если промчиться мимо лосяш, вот он, скорее всего, закрытую почку особо не снесет, потому что там все так зацементировано, что надо очень постараться. Вот, ну или же бывают почки некомпактные, да, а такие вытянутые, это, господи, вспомнили, кто это. А, это, по-моему, бук, вот у буков такие почки. Это тоже все катофилы, там тоже есть маслянистый секрет, но просто это некомпактно, как, например, там у кленов или у каштана, а это такая вытянутая история, и потом вот она, значит, вскрывается. Так вот, когда я изучала вопрос открытых и закрытых почек, я натолкнулась на статью, которая, сейчас я скажу, была выпущена, собственно, вот в 21-м году, где было перечислено, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть типов открытых почек. Я сначала подумала, что народ, как это, немножечко переуседствовал, но нет, когда я внимательно прочитала статью, я поняла, что да, действительно, имеет смысл выделять все это в шесть отдельных типов. Вы сейчас не должны этого запоминать, просто я расскажу, как отличаются открытые почки друг от друга, и какие различные вариации можно придумать для того, чтобы защитить почку, не образуя катофилов, а образуя что-то другое. Значит, первые четыре фотографии – это так называемые… Ой, господи, ушло, сейчас, подождите. Ну, в общем, защищенные, вернее, сейчас, незащищенные открытые почки, незащищенные голые почки, вот как это все называется. Первый вариант – это тот, который я вам демонстрировала, вот этот вариант А, когда у нас имеется какое-нибудь растение, у которого сложный лист. То есть, что мы видим? Петал, соответственно, вот он, этот черешок идет, и от него отходят части листочки сложного листа, которые называются ламины, в общем, листочки сложного листа. И вот они вот так вот схлопываются, обнимают. Собственно, вот у этого количества калин такая история. Это такой классический вариант открытой почки. Другой вариант, когда у нас формируются, специально формируются три типа листьев. Вот вариант Б. Первый, второй и третий лист, самый такой плохо сформированный, вот он, этот плохо сформированный лист, при раскрытии которых они не несут особо фотосинтезирующей функции, но тем не менее у второго и третьего листа образуются как бы листовые пластинки, а у первого вообще никак не образуются. Извините, когда обсуждение теста. Ну, когда-нибудь начнется, минут через 10 я закончу. И начнем обсуждение теста. Вот, и, соответственно, дальше все это трогается в рост. Третий вариант, когда у нас все-таки образуется что-то типа, значит, катофилов, но они не несут защитные функции, потому что основная почечка находится все равно на выкате и также прикрывается частями сложного листа. Четвертый вариант, катофилы все-таки образуются, но они так хлипко держатся, что подует ветерок и их снесет. Зачем они образуются, непонятно. Зачем растение страдает и делает эти катофилы, тоже непонятно. Но они очень быстро отваливаются, и у нас опять обнажается почка. Глупая история, но тем не менее такое тоже есть. Есть еще два типа. Это когда почка у нас все-таки в более защищенном варианте. Значит, первый вариант, это вариант Е, это когда у нас голая почка, но при этом она не сильно выступает, то есть как бы она так потоплена, утоплена. И второй вариант, когда она защищается прилистниками, потому что прилистники более жесткие. Ну, в общем, такая вот интересная история мне, по крайней мере, понравилась. Потому что я всегда думала, ну, голые почки, ну и голые. Оказывается, нет много разных вариантов. В общем, голые почки вскрываются точно так же. Если их окружают нормальные листья, то они потом разворачиваются и нормально функционируют. Если же образуются какие-то специфические структуры, они либо остаются, либо опадают, как вот эти несчастные катофилы, которые, соответственно, функционируют. Итак, когда мы говорим про растения с закрытыми почками, очень легко на них определять особую структуру. В данном случае эта особая структура обозначена цифркой 2. Кто мне скажет, что здесь обозначено цифркой 2? Ну, это то, что остается на следующий год после... Я забыла, как не листовой рубец, а вот рубец какой-то. Ну, расскажи мне, Настя. Почечный рубец. Не помню, как он называется. А кто помнит? Ну, ладно. Значит, смотрите. Весной, после опадения почечных чешуй в катофилах, на месте которых образуются рубцы, листовой рубец – это место опадения листа. В совокупности составляющие почечное кольцо. Так как катофилы располагаются очень-очень близко, потому что почка компактная, чаще всего почка компактная, то, соответственно, листовые рубцы будут располагаться очень-очень близко. И в итоге у нас будет образовываться почечное кольцо. Соответственно, получается, что когда мы говорим о, например, деревьях, да вообще о всех растениях, то, что мы будем называть ауксибластом, мы помним, да, что ауксибласт – это удлиненный побег. На самом-то деле, в какой-то момент своей жизни был брахибластом. Потому что явно, когда образовывались катофилы, там междоузли были очень-очень маленькими. То есть получается, что честные ауксибласты – это лишь кусок от почечного кольца к другому почечному кольцу. Вот этот кусок, который я сейчас зарисовываю, вот он – ауксибласт. А вот это – брахибласт. Поэтому говорят о том, что у растения, соответственно, есть почечный этап развития и внепочечный этап развития. То есть тогда, когда он был брахибластом или тогда, когда он был ауксибластом. Вот такая вот интересная история. Я думаю, что все эту картиночку вы видели в том или ином виде. Я ее в задании делала. Так, вопрос. Скажите мне, что обозначено цифркой 3? Почечное кольцо. Так, что обозначено цифркой 1? Листовой рубец. Усну я сейчас тебе, Настя. А, это следы от проводящих пучков. Значит, это как называется? Уже неправильно. Листовой след. Да, листовой след. Что обозначено цифрой 2? Листовой рубец. Молодец. Что обозначено цифрой 4? Ауксибластом. Нет, а листы... Что еще раз? Непредаточные почки. Нет, непредаточные почки. Но, кстати, мысль хорошая, но нет непредаточной почки. Здесь обозначены конкретные такие точечки. Вот они же. Чечевички. Совершенно верно, чечевички. Правильно. А вот это, собственно, боковая почечка. Так. По мере того, как почечные кольца формируются, мы можем... Длина ауксибласта, соответственно, у нас прирастает каждый год. Теперь я прошу вас посчитать возраст ветки. Посчитайте возраст ветки. Сколько этой ветки лет? Начиная от красной стрелки. То есть первый шаг – это будет первый год. Три. Да, совершенно верно, три. Значит, смотрите. Упс. Раз. Два. Ну, вернее, вот сюда два. Вот так вот два. И три. Три года ветки. Так, на этом мы с вами сегодня закончим. Три года ветки. Три года ветки.